Я отключился. Сознание возвращалось ко мне очень неохотно. «Вставай, Арчи!» — приглушенный крик Бори заставил меня резко распахнуть глаза. «Хватит спать!» Перед моими глазами склонилась голова свина. «Ты куда меня притащил вообще?» Рядом с корявым и почему-то голубым деревом. Передо мной на одном из многочисленных бирюзовых камней сидела девушка. Приглядевшись к ней, я понял, что она выглядит очень странно, как деревянная кукла в розовом платье. У нее были красные волосы и идеально круглые зеленые глаза. «Где мы?» — девушка склонила голову на бок. От кончиков ее губ параллельно друг к другу вниз уходили две глубокие линии, как будто подбородок был отдельной деталью, которую можно заменить. «Мы в кукольном домике?» — на удивление красивым, мелодичным голосом ответила она. «И как я тут оказался?» «Вот и я о том же!» — Боря хрюкнул. «А где ты должен быть?» — девушка коснулась пальчиком своего подбородка. Ее руки состояли из отдельных суставов, и выглядело это необычно. В сокровищнице богини Аматерасу пробормотал я, прекрасно понимая, как бредово звучат мои слова в этом месте. «Гру!» — я вздрогнул и повернул голову вправо. Там возвышался плотный лес из желтых деревьев без листьев, и прямо сейчас из него в нашу сторону выкатился большой костяной шар с широко раскрытым ртом. «Он мой! Дай узоров!» — Боря громко хрюкнул и начал увеличиваться. Я сразу же активировал узоры усиления и укрепления тела, с облегчением отметив, что они работают без проблем. Коснулся бога Бори, и две грани каждого из узоров перетекли ему на тело и прорисовались на его шкуре. Боря зашипел, терпя боль. Грани отпечатывались на его костях. Эту возможность мы открыли во время спаррингов на Ниппонских островах. Теперь Боря мой Ниру, и я могу передать ему грани узоров так же, как и оружию. Но никто не отменял того правила, что узоры могут находиться только на костях. Поэтому Боре каждый раз приходится переносить сильную боль. Особенно сложно ему было в первые разы. Тогда свин визжал, будто его резали. Сейчас он уже привык и страдания выносил почти молча. — Вперед! — Боря оттолкнулся копытами от земли и закрутился в шар. Я кинул быстрый взгляд на девушку. Она с интересом смотрела на то, что делал мой свин, не пытаясь никак ему помешать. — Удар! — костяной шар и Боря столкнулись. — Гру! — А-а-а! — я побледнел. Костяной шар даже не заметил Борю. Того снесло, как пушинку, и впечатало в один из бирюзовых камней, которых здесь было полно. — О, снег пошел! — заговорила девушка, задрав голову. — Гру! — шар был уже в нескольких метрах от нас. Мне на нос упала снежинка. — Взрыв! — раздался громкий треск. Я вздрогнул. Не знаю почему, но шар вдруг треснул и развалился на части. Щелк, щелк, щелк! Из леса вышли три деревянные игрушки. Они выглядели как щелкунчики. На плече у каждого висела винтовка. Из дула одной вверх тянулся дымок. Щелкунчики идеальным строевым шагом подошли к нам. Каждый был выше меня ростом сантиметров на двадцать, а в плечах шире как минимум втрое. — Спасибо, дядя Федор Степанович, дядя Ваня Федорович и дядя Степан Иванович! — звонко поблагодарила девушка, по очереди показывая на щелкунчиков. — А это кто? — дядя Федор Степанович щелкнул зубами. — Это кто? — дядя Ваня Федорович дважды щелкнул зубами. — Кто? — дядя Степан Иванович трижды щелкнул зубами. Он упал с неба. Девушка подняла палец вверх, и на него опустилась снежинка. И снег пошел, и сакура зацвела. Трое щелкунчиков пошевелили головами. — Вы идите! — отмахнулась девушка. — Я буду с ними. Щелкунчики защелкали и строевым шагом направились к лесу. — Арчи! — ко мне подполз Боря. — Я умираю. — У тебя только шишка. Я потрогал снежинку на своем носу, которая и не собиралась таять, твердая, как кристаллик. Я категорически не понимал, что происходит и где я вообще нахожусь. Но в любой ситуации необходимо сохранять трезвый рассудок. Паника губительна. Позади меня затряслась земля, и рядом резко затормозил кто-то, вызвав сильный порыв ветра. Существо перемещалось настолько быстро, что я не видел его движения. — Ди! — громахнул бас. — Ты не видела крышку-костяшку? Я наконец-то разглядел говорившего. Двухметровый зеленый гигант со странными вытянутыми ушами. На его плече сидел рыжий кот в сапогах и курил трубку. Эти двое тоже были деревянными игрушками, но сделанными настолько качественно, что заметить это можно было далеко не сразу. Сильно запахло алкоголем. Я пригляделся и понял, что лица зеленого гиганта и кота опухшие, как у алкашей. — Нет, дядя Феодосий Шрекович! — звонко ответила девушка. Кот в сапогах рыгнул. — Ух, я этих костяков! — гигант подался корпусом вперед и исчез, оставив после себя волну ветра, пахнущую алкоголем, и яму в земле. — Опять дядя Саке пили, — вздохнула девушка. — Дядя Юшайо и тетя Аризу будут ругаться. — Арчи, давай вернемся, — с надеждой попросил Боря. — Я иногда в Джу-Сити находил странные грибы и ел их, но даже после них мне такой бред не виделся. — Как тебя зовут? — вдруг поинтересовалась девушка. — Арчи, это Боря. А тебя? — Я кукла. — Кукла, — удивился я. — Да. — А почему такое странное имя? — не сдержал любопытство Боря. — У всех остальных нормальные, а у тебя нечеловечье какое-то. — Знаешь, почему снег белый? — кукла поймала на ладошку несколько снежинок. — Конечно, — важно кивнул Боря. — Он пустой. — Нет, снег забыл свой цвет. — И при чем тут твое имя? — При том, что я, как снег. — Пустая? — Ты сказала, что Сакура зацвела. Я решил прервать этот странный диалог. — Да. — И где она? — Вот же. Кукла указала мне за спину. Мне пришлось подняться на ноги и отойти чуть в сторону. Голубое дерево загораживало вид. Я запрыгнул на один из бирюзовых камней и, наконец, понял, о чем говорила кукла. Вдали, не знаю, насколько далеко, до самых небес возвышалось дерево Сакуры. Что странно, его было прекрасно видно, но одновременно с этим казалось, что дерево находится в тысячах километров от нас. На его ветках, что раскинулись во все стороны, разовели закрытые бутоны. И как ты поняла, что Сакура зацвела? С сомнением уточнил я и посмотрел вверх. Из-за снега небо и облака были плохо видны, как и солнце, если это вообще оно. Я вижу, пожала плечами кукла, продолжая ловить снежинки. Ей надо время, она просыпается. И часто Сакура цветет. Никогда еще не цвела, и снег никогда не шел. Я спустился с камня и подошел к кукле. Что будет, когда Сакура расцветет? Я не помню. Кукла перевела взгляд на меня. Что за место, кукольный домик? Это место, где мы живем. Кто мы? Мякиши, деревяшки и костяки. Еще есть глинусы, но они живут за Сакурой. Я их никогда не видела. Тебе известно имя Ама-Терасу? Не знаю, я забыла.